Санкции не помеха, даже если речь идет о натовских компонентах для российского вооружения. Журналисты российского издания «Важные истории» выяснили, что главный производитель оружия для армии России, госкорпорация Ростех, продолжает делать закупки западной микроэлектроники на миллионы долларов. В расследовании речь идет о дочерней компании Ростеха, концерне радиоэлектронной технологии, или КРЕД. Она производит комплектующие для средств радиоэлектронной борьбы, которыми российские военные активно пользуются в Украине. Из-за санкции КРЕД не может получать натовские детали легально, но российскую госкомпанию это не остановило. Журналисты обнаружили, что дочка Ростеха покупает микроэлектронику через цепочку посредников в Китае, США, Германии, Швейцарии, Японии и Турции. О реэкспорте из третьих стран и серых схемок закупок западной электроники недавно писало также издание «Инсайдер». У значительной части ракет-убийц, выпущенных по Украине, стоят иностранные чипы, утверждают журналисты. А поставки западной электроники в Россию после февраля 2022 года не только сохраняются, но и увеличиваются в объемах. А к нашему эфиру уже присоединяется автор расследования, которое вышло в издание «Важные истории» журналистка Мария Жолобова. Мария, доброе утро. Рад приветствовать вас в эфире «Вот так». Давайте поговорим более подробно о расследовании, автором которого вы являетесь. Какие цепочки поставок удалось вам установить, на что вы вышли в результате этого расследования? Цепочку удалось, в принципе, от и до восстановить. То есть, начиная от Ростеха, открыто точнее, вплоть до вот самой последней компании, которая закупает все эти электронные комплектующие. Формально, не имея никакого отношения к Ростеху, конечно. А эти цепочки существовали еще до войны или это такой ноу-хау уже военного времени? Нет. Я так понимаю, они с самого начала санкций начали строить эти цепочки. Просто мы можем точно сказать, что с начала войны закупки очень сильно выросли. С какими фирмами здесь работает Ростех, если могли бы чуть более подробно рассказать о расследовании? Да, конечно. Если в общих чертах, то Ростех создал такую компанию-прокладку для себя, которая не владеет контрольным пакетом, формально под санкции она не попадает. Она, в свою очередь, создает еще и еще цепочку таких компаний-прокладок. В конце там уже какая-то компания, зарегистрированная буквально чуть ли не в подвале Саратова, которая владеет просто какой-то абсолютно ноу-нейм. И вот она, собственно, заказывает просто на десятки миллионов долларов в год этих комплектующих. То есть, ну, я думаю, производителям будет все-таки довольно сложно аффилированность с Ростехом установить, даже если не будут какие-то процедуры, какие-то расследования проводить. Правильно ли я понимаю, что речь идет о западных комплектующих, которые получает Ростех, но при этом западные фирмы тоже не непосредственно работают с вот этими разнородными фирмами-прокладками, о которых вы говорите, а тоже через каких-то посредников. Что, в общем-то, это история про множество посредников, которые помогают как раз вот эти ограничения, санкции здесь обходить. Конечно, да, но напрямую в Россию они ничего не поставляют. Они поставляют якобы китайским оптовым компаниям, которых миллион. Проблема в том, что эти компании тоже принадлежат гражданам России. Это легко установить, ну и тоже как бы явно выглядит как фиктивно. Но тем не менее. А на ваш взгляд, о каких объемах здесь может идти речь? Насколько это крупные поставки? Вы называли сумму, если бы вы могли еще раз ее повторить. Ну, конечно, вот одна из компаний, которую мы упоминаем, одна из таких прокладок, везла только в этом году. Прямо в разной войне она возит, там, по-моему, на 40 миллионов долларов. Она уже везла. Ну и такая компания не одна. И объемы у них примерно одинаковые. В этом году, то есть в 2023? В этом году, да, да. То есть мы можем вплоть до декабря посчитать. То есть война, ужесточение санкций, эти поставки вообще ничего не остановило. Пытались ли вы, возможно, получить какой-то комментарий или у владельцев фирм прокладок, или у самого Ростеха, и удалось ли, возможно, это сделать? Ну да, конечно. Но, разумеется, никто из них не стал комментировать. Ну, это, в принципе, было ожидаемо. А компании-производители сказали, ну, мы, конечно, в Россию не поставляем ничего. Возможно, это какой-то серый импорт, мы ничего не знаем. И все. Каких последствий вы бы ждали от этого расследования? То есть то, что напрашивается в этой ситуации, это, конечно, попытаться закрыть каким-то образом эти лазейки со стороны европейских политиков, возможно, включив это в какой-то новый пакет санкций. Ожидаете ли вы такого рода последствий? Проблема в том, что среди этих комплектующих много комплектующих, которые формально не двойного, не военного назначения, а не предназначены для абсолютно бытовых товаров. И эти поставки, конечно, очень сложно будет установить, тем более с такими цепочками посредников. Ну, в это слабо верится, если честно. Возможно, более процедуры, какие-то проверки своих контрагентов стоит уже сточить. Это да. Но мы надеемся, что хотя бы эти цепочки, которые мы уже вскрыли, они перестанут работать. Но вы каким-то образом поделились информацией и Европейским Союзом, с соответствующими органами? Мы отправляем всю информацию производителям, в любом случае. Поэтому, если они захотят прекратить эти поставки, они смогут это сделать. Как вы думаете, эта история с фирмами-прокладками, с фирмами, которые торгуют западными комплектующими, с другой стороны, эта история касается только Ростеха? Или таким образом сейчас в условиях санкции могут функционировать также другие госкорпорации? Я думаю, конечно, они вполне могут так функционировать, потому что мы знаем, что в России вообще не производится микроэлектроника. А вообще у них нет просто другого выхода.